Все выходные горожане, проживающие на Сахарова 34, митинговали. В их квартирах больше суток не было света и воды. Одесситы считают акции протеста единственным вариантом достучаться до местных управленцев. Со слов жителей, электричество в доме пропало примерно в 4 часа ночи пятницы. Горожане подождали до вечера, но свет так и не появился. Они не нашли другого решения, кроме как выйти на протест. Ближе к вечеру на митинг вышло около полусотни человек. Они ходили по нерегулируемому пешеходному переходу, блокируя движение транспорта. Акция длилась несколько часов. В субботу утром, когда свет так и не появился, люди вышли снова. Протестующие говорят, что намерены перекрывать дорогу до тех пор, пока не последует оптимального решения проблемы. Отметим, это уже не первое отключение света. Дело в том, что своя электрическая подстанция стоит во дворе. Но подключили дом почему-то к другой, соседней. Проблема появилась после ее приватизации. Хозяин поступает, как ему выгодно. Захотел – включил. Захотел – выключил. Отметим, со времени образования у СМД прошло уже пять лет. И все это время жильцы безуспешно добиваются подключения к своей подстанции. Несмотря на это, местные жители всегда вовремя платят за электроэнергию, которую они потребляют. И долгов у дома нет. Во время митинга на место приехали представители местной власти. Я из департамента ЖКИТА. Исполнительный директор по энергетике. Вопрос к вам, как к представителю горсовета. На территории, чьей территориальной громады мы сейчас стоим. Вы, как чиновник, что собираетесь делать на протяжении субботы и воскресенья, чтобы вот эти все люди, которые здесь сейчас стоят и живут вот в том доме, находились их дети со светом, с водой, с газом, с лифтом, со всеми благами, которые, подождите, я сейчас говорю, которые они оплачивают вам и другим компаниям, с которыми подписаны у них договоры. Что лично вы, как госчиновник, собираетесь делать? Как госчиновник, я попытаюсь найти... За то, что вы получаете за вкладу, да. Попытаюсь найти собственника. Однако ничего, кроме как надавать обещаний, сделать они не смогли. В частности, и дозвониться до владельца тепловой станции.